Тоже Бурденко, да? Да, это институт Бурденко. Я хотела уточнить, что режим гипофракционирования. Часто это путают. И, наверное, уважаемые коллеги, уважаемые председатели, не вызывает сомнений, что метастазовый головной мозг сейчас встречается все чаще и чаще. Пациенты доживают до своих метастазовый головной мозг. И выбор опций лечения сейчас становится весьма актуальным. И последние рандомизированные исследования показали преимущество стереотоксической лучевой терапии по отношению к профилактическому облучению всего головного мозга после хирургической резекции радиохирургии не только с точки зрения улучшения когнитивных функций, но еще и с точки зрения локального контроля. Особенно это важно в случае симптоматических метастазов головной мозг, которые имеют крупные размеры, и облучение всего головного мозга явно локально не контролирует эти очаги. И оптимальной опцией выбора является хирургическое удаление таких очагов с последующей стереотоксической лучевой терапией. Но особую проблему составляют крупные метастазы в головной мозг, которые находятся в функционально значимых зонах мозга головного или в нерезиктабельных участках. Тогда на первый план выходит только стереотоксическая лучевая терапия. И стереотоксическая лучевая терапия метастаза головной мозга считается эффективным методом, когда удается достигнуть локального контроля. Для радиохирургического режима стереотоксической лучевой терапии это метастазы небольших размеров, тогда мы можем достигнуть 90% локального контроля. И единственное рандомизированное исследование ИРТОК-90-05, которое прочно вошло во все клинические рекомендации мировые, говорит об эскалации дозы при стереотоксической радиохирургии. Метастазы до 2 см максимально переносят дозу 24 ГРЭ, от 2 до 3 см 18 ГРЭ и 15 ГРЭ метастазы от 3 до 4 см. При этом множество клинических исследований показало, что снижение дозы меньше 20 ГРЭ ухудшает локальный контроль, а повышение дозы 20 ГРЭ для крупных метастазов увеличивает нейротоксичность и появление лучевых некрозов. В исследовании, в большом ревью, вышедшем в 2011 году, Вегин РАРД показал сравнение стереотоксической лучевой терапии в режиме гипофракционирования и радиохирургии, и на 6-месячном локальном контроле никак не сказывалась методика режима проведения стереотоксической лучевой терапии. А вот 12-месячная выживаемость значима была при крупных метастазах, и когда мы снижаем дозу радиохирургии ниже 18 ГРЭ, эти пациенты имеют локальный контроль 12-месячный ниже 50%. В том случае, когда при гипофракционированном лечении этот локальный контроль на 12 месяцах не снижался ниже 70%. Итак, это сподвигло ряд исследователей наконец-то начать проспективные исследования режимов гипофракционирования для крупных симптоматических метастазов. И в 2014-м и 2015-м году вышло два исследования проспективных по режимам гипофракционирования. Но их недостатками было то, что в группу входили пациенты с крупными метастазами, симптоматическими, но часть из них была неодивантно удалена и облучалась ложа опухоли, а часть пациентов, в которых были симптоматические метастазы, оставались. Эта группа была смешанная, и нашей задачей было изучить эффективность режима гипофракционирования стереотоксической лучевой терапии для крупных метастазов в головной мозг как самостоятельную лечебную опцию. В нашем отделении проспективно было набрано 61 человек, и они продолжают набираться. Характеристики этих пациентов представлены в таблице. Время наблюдения составило от 1 до 39 месяцев, медиана 8 месяцев. Пациенты набирались с крупными метастазами в головной мозг от 2 до 4 сантиметров в максимальном диаметре, которые раньше никогда не получали лучевую терапию головного мозга. И эти пациенты особо, конечно, наблюдались по поводу метастазов, подходящих для гипофракционирования, таких метастазов со 172, и остальные более мелкие метастазы облучались в режиме радиохирургии. И медиана объема этих очагов составила 28 миллиметров диаметр, а объем 12 кубических сантиметров. Пациенты проходили стереотоксическую лучевую терапию на линейных ускорителях типа Кибернож или на ВАЛИС. Использовались режимы гипофракционирования, представленные в таблице. Они рассчитаны биологически эффективны между собой. И вот результаты. Главной точкой – это локальный контроль. Локальные рецидивы были в нашей группе зарегистрированы в 12 случаях, 19%. Локальный 6-месячный контроль составил 92% и 73% – 12-месячный локальный контроль. Пытались посмотреть предикторы, которые могут являться развитием локальных рецидивов. И в данном случае мы не получили разницы между радиочувствительными и радиорезистентными опухолями. И некую тенденцию получили в зависимости от объема. В дальнейшем наблюдении мы думаем, что объем 10 кубических сантиметров будет предикторным фактором для появления локального рецидива. При появлении дистантных рецидивов мы проводили сальважтерапию в виде радиохирургического лечения. И только в случае диссиминации процесса проводилось облучение всего головного мозга. И такие пациенты уже из наблюдения выбывали. Лучевые некрозы были зарегистрированы в 11 случаях. Симптоматические всего 6 некрозов. Медиана не была достигнута. При этом большинство некрозов развивалось на сроках от 3 до 6 месяцев. Никаких предикторных факторов нами не было получено. Ни по первичной морфологической структуре делили на радиочувствительные и радиорезистентные опухоли. И пока не получили по объему облучаемого очага. И самым главным с точки зрения выбора методики лечения является, конечно, общая выживаемость. Медиана выживаемости у нас составила 11,8 месяца для такой сложной когорты пациентов с крупными симптоматическими метастазами. При этом мы не получили никакой разницы в случае различной морфологической структуры. И некую тенденцию все-таки получили с точки зрения времени развития метастазов головной мозг от постановки первичного диагноза. То есть статистической значимости мы пока не достигли, но расхождение кривых Каплана-Майера-Вити. Попытались оценить выживаемость с точки зрения мировой практики, оценив пациентов по двум прогностическим шкалам. РПА-шкала для метастазов головной мозг была оценена на пациентах, которые получали облучение всего головного мозга. АДЖИПА – ассоциированная шкала – это те пациенты, которые получали облучение всего головного мозга с радиохирургическим бустом. И вот мы своих пациентов разделили. Они у нас включались в исследования только первый и второй класс. В основном они, конечно, различались по экстракраниальной прогрессии. Несмотря на то, что мы статистически значимую разницу не достигли, но устойчивая тенденция, и мы видим, что пациенты, у которых экстракраниальная прогрессия есть, эти пациенты значимо хуже живут, то есть тенденция к более плохой выживаемости есть, и эти пациенты, конечно, умирают от экстракраниальных метастазов. И вот еще один график. Мы своих пациентов всех оценили по шкале ДЖИПА, и как бы построили график Каплана-Майера прогностической шкалы выживаемости, как они должны были бы жить по литературным данным. И сравнили со своей реальной общей выживаемостью тех пациентов, которые мы получили. Эти графики разошлись, скорее всего, и статистически значимо. Скорее всего, шкала ДЖИПА не будет прогностически значимой для той когорты пациентов, у которых есть крупные метастазы в головной мозг. Но оптимистичным является то, что эти пациенты при такой опции, применяемой нами, живут лучше, чем планировалось бы жить по литературным данным. Проведение стереотоксической лучевой терапии в режиме гипофракционирования на область крупных симптоматических метастазов головного мозга, неподходящих для проведения радиохирургии и в случае невозможности проведения хирургической резекции, являются опции выбора.